здравствуйте с вами программа гипотеза я лили и ликова мы возобновляем наш цикл передач и сегодня со мной в студии мой невидимый собеседник добрый день тема сегодня сегодняшних вопросов эта тема италии в 2021 году последний год новостей из италии стало меньше намного меньше чем было последние годы казалось бы италия стала третьей страной в ес после брексита и выхода великобритании по количеству населения по объему ввп италия третья страна в ес но последний год новостей стало очень мало что произошло действительно мы с вами говорили об италии восемнадцатом году в девятнадцатом году и это были события которые можно сравнить с политическим сериалом там всегда что-то происходит и вообще итальянская политика это очень скажем так суровое опасное дело для тех кто не участвует что касается вот этого 2021 года действительно в какой-то момент резко новости из италии перестали поступать в таком объеме и такого накала что же там произошло сначала заглянем немножко назад в одной из программ мы с вами говорили о том правительство изменений которое пришло в 2018 году правительство которое было составлено из левых популистов все-таки левых хотя они себя так и не определяют это движение пять звезд и из правых популистов это лига севера это две полярные партии которым было очень сложно договориться которые долго не могли сформировать коалицию и которые когда наконец договорились ну проработали вместе наверное год буквально через год работы этого правительства начались внутренние кризисы одна партия критиковала другую другая первую движение пяти звезд призывала лидера лиги уже на тот момент получившего прозвище капитана капитан матеус альвини вернись к нам вернись на работу у сальвини был зашкаливающий просто личный рейтинг и он наслаждался этим рейтингом потому что действительно человек очень медийный очень любящий публику очень любящий электорат и электорат правит платил и платит ему взаимностью но как-то в такой ситуации не очень продвигались действительно на политические и социально политические и социально-экономические дела мы помним что у этого правительства был премьером министром университетский профессор джузеппе конте это был наверное один из тоже очень неожиданных факторов итальянской политики это было интересно но это было все вновь и что стало дальше экономические проблемы не решались внешний долг италии рос проблема миграционного кризиса обострялась со страшной силы несмотря на все эти усилия которые прилагал маттеус альвини и который не допускал высадок нелегальных мигрантов то есть немножко несогласованная политика была и вот пришел к вид мы все помним что к вид на италию влиял очень серьезно и это было действительно потрясение для страны новости которые мы получали оттуда они были очень грустные весь мир переживал за италию она очень тяжело справлялась и кроме того что это была просто огромная заболеваемость но и мы все помним что такое к вид в самом начале это сильно повлияло на мелкий бизнес это сильно повлияло на отношения между людьми и в итоге это привело к очередному кризису в итальянской политике когда уже внутри партии стали выражать друг другу недоверие лига севера вышла из правительства и критиковал тех кто там остался движение пяти звезд пришлось для сохранения своего положения в правящей коалиции договариваться со злейшими врагами с теми кого они критиковали просто нещадно и говорили что никогда не будут они с ними договариваться им пришлось договариваться с демократической партии что собственно на какой-то момент казалось бы притушила остроту проблемы но вызвало непонимание тех избирателей которые голосовали за движение пяти звезд в пику демократической партии как раз то есть это был ну такой крах ожиданий вообще всех кого можно было действительно была очень сложная ситуация и вот в какой-то момент сначала джузеппе конте премьер-министр на тот момент подает в отставку или заявляет о своей отставке потом возвращается но уже буквально в январе 2021 года принимать очень серьезное кадровое решение и серджио моторелло это президент итальянской республики утверждает на пост премьер-министра марио драги имя такое вот не скажет что очень на слуху но получается так что все партии которые на тот момент были в правительстве около правительства оппозиция практически все все принимают его кто же такой марио драги почему вдруг его приняли и пять звезд и партии демократов и партия берлускони и лига кто такой марио драги действительно вопрос интересный потому что кто такой марио драги его не было во всех этих политических сериях до во всех этих политических сценариях которые происходили в течение двух лет до его прихода марио драги можно сказать очень опытный политик опытный европейский политик это технократ это личность что можно о нем сказать он родился в сорок седьмом году то есть это человек уже достаточно в возрасте накопивший опыт окончил знаменитый и прославленный римский университет ла сапьянца закончил экономический факультет то есть он экономист по образованию и что интересно про него говорят пишут в источниках что он был первым итальянцем который защитил докторскую степень по экономике в массачусетском технологическом институте в том самом и найти это уже очень много о нем говорит он мало-помалу делал карьеру в экономике он был советником министра финансов в правительстве еще в восемьдесят третьем году он занимал должность исполнительного директора всемирного банка от италии был генеральным директором казначейства в минэкономике то есть это человек который все время работал над экономикой он был председателем и вице-председателем и управляющим директором отделения американского банка голлман сакс интернешнл в лондоне причем отвечал именно за европейские стратегии и 6 лет почти 7 марио драги занимал пост главы банка италия центробанка италия далее он стал в какой-то момент в одиннадцатом году он стал президентом европейского центробанка то есть это такая персона которая не была на виду в политике которая не рвалась на первый план когда это как это делают популисты это человек который тихо но целеустремленно делал политику именно финансовой сфере и что про него сказать интересно марио драги получил прозвище супер марио все наверное знают такую компьютерную игру и вот именно по аналогии с этой игрой его называют супер марио спросите меня за что почему он получил такой за что все помнят что в какой-то момент тоже где-то на рубеже десятых годов этого века был достаточно серьезный кризис еврозоны это кризис с греции с долгами греции насколько я помню да 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 и мы помним что именно тогда в греции тоже приходило популистское правительство когда все очень бурно приветствовали синьора ципроса мистер ципрос который обещал изменить греческую политику но тем не менее мы помним что тогда политика политикой а экономика греции очень серьезно страдала и находилась на грани серьезного дефолта вот все эти вопросы со стороны евросоюза тогда решал как раз оказывается марио драги ну мы не слышали о нем столько сколько слышали о политиках вот и чем он запомнился европейским политиком и чем он запомнился европейским сми специально просмотрела как же его называли тогда само существование евро на всей еврозоне она подвергалась достаточно серьезным это из-за возможного дефолта греции правильно помню по своим долгам совершенно верно совершенно верно само существование евро вот как общей валюты она в тот момент подвергалась сомнению то есть были уже и даже если посмотреть в политических программах некоторых партий европейских которые шли тогда на выборы в тот момент были сомнения в том что стоит сохранять евро как общую валюту и как раз марио драги в тот момент выступая перед сенаторами выступая перед своими коллегами сказал для спасения евро нужно сделать все что угодно вот именно в таких словах причем это произвело очень большое впечатление и считает что именно его усилиями удалось евро сохранить поэтому его назвали супер марио до сих пор так и пишут что он супер марио то есть по сути он сохранил единую евро зону валютную получается что так то есть это то достижение которое ему приписывается уж тогда как я помню очень много в италии тоже про это писалось говорилось что имеет смысл вернуть лиру тогда мы не будем так зависеть от от евро от евро чиновников и сможем расплатиться своими долгами именно так именно так и я помню что об этом говорила как раз лига лига север на тот момент и есть даже фотографии когда вот это лексит но евро все это такие плакаты которые баннеры которые лига севера использовала своей предвыборной политики говоря о том что если бы не переход на евро у италии были бы свои преимущества а италия мы знаем она страдает от безработицы регулярно и от экономических проблем при том что ведь действительно италия это достаточно крупная экономика это не только страна туризма ремесел красивые обуви и лакшери продукции это еще очень мощное машиностроение станка строения и такая промышленность если можно немножко поподробнее про марио драги все-таки про его образование может быть про его семью от кто он откуда вот он из какой семьи если говорить подробнее то наверное было бы интересно сказать вот мне даже не то из какой семьи сам марио драги потому что мы уже увидели что это человек который всю жизнь учится работает причем придерживается одного направления и действительно грамотный экономист вот если говорить про семью наверное было бы интересно сказать про ту семью которая сейчас у него потому что марио драги он все-таки достаточно известен а вот кто не известен и как бы первая леди да жена премьер-министра италии это сирена сирена капелло про который очень мало известно как но и жена очень мало появляется под цветом софитов она не дает интервью буквально даже итальянская пресса пишет что по пальцам можно пересчитать ее выходы на телевидение но зато про нее известно что она потомок семейства медичи тех самых медичи она происходит от бьянки капелло медичи жены великого герцог герцога тосканского франческо того самого того самого герцога франческо который наполнил содержанием галереи уфицы я думаю что все кто знает италию кто бывал когда-нибудь в флоренции встречали что такое галерея уфицы и вот это тот самый герцог который приказал перенести для наполнения этой галереи вот это вот этого собрания наиболее ценные семейные реликвии наиболее ценные семейные экспонаты то есть непростая семья при этом у него двое детей марио драги оба уже выучились и работают его сын закончил университет бакони это тоже известный итальянский университет который готовит именно управленцев в сфере экономики и политики и дочь биотехнолог то есть вот такая семья который несмотря на то что он премьер-министр то что жена потомок медичи они все работают как работает сам марио драги до сих пор если можно я правильно понял что вот тот консенсус когда назначали выбирали в италии марио драги он достаточно уникальный то есть то когда такое количество партий вошло в коалицию наверное ну за последнее время это первый раз такое произошло и вот прокомментируйте пожалуйста что произошло и сразу же прокомментируйте кто не поддержал коалицию действительно итальянская политика отличается такой интересной особенностью как правило те политики которые приходят они обязательно встречают очень острую критику кого-то из своей позиции то есть там оппозиции есть всегда и но этого хватает то есть принятие политиков хватает где-то на полтора-два года что мы и видели по луиджи димаи лидеру движение пяти звезд то что мы видим по матео сальвине который к счастью вышел к счастью для него он вышел из правительственной коалиции в самом начале и поэтому не успел получить свою порцию критики что касается марио драги действительно там и затишье с определением правительства было связано с тем что когда была предложена его кандидатура каждый лидер партии высказался в его поддержку это но это уникальное для италии явление то есть спорить не стал никто и разумеется его принял силе берлускони потому что он с ним уже пересекался силе берлускони это политический тяжеловес это человек который несмотря на свой преклонный уже возраст ему за 80 он остается в политике он с ним уже работал и поэтому там он его принял матео ренци это экс-лидер демократической партии италии который сейчас углавляет движение италии viva живая италия он сказал буквально это наилучший выбор для италии маттеус альвини который ревностно всегда относился и относится к позиции премьер-министра потому что у него самого не реализованы на данный момент премьерские амбиции он сказал если это хорошо для италии это хорошо и для лиги ни словом не споря его приняли марио драги естественно приняли и лидеры движения пяти звезд тоже без всяческих условий потому что вес и опыт этого человека он перевешивает любые амбиции любых других молодых лидеров единственным моментом который единственным заметным наверное моментом в тот момент когда все партии голосовали за премьерой за новую коалицию это несогласие движение права ультраправого скажем так братья италии фратели детали и эта партия она член правоцентристской коалиции в которой входят кроме братьев италии еще и лига смотрю сальвини и вперед италию селиви берлускони но на тот момент это никого сильно не взволновала потому что у партии фратели детали братья италии был очень низкий рейтинг то есть эта партия появившийся сравнительно недавно меньше десяти лет назад и рейтинг на выборах был где-то всегда четыре пять процентов вот эта партия которая предпочла остаться в оппозиции взяв о своем принципиальном несогласии вообще с такой с таким подходом к формированию правительства когда вошли все практически партии и вот именно фратели детали остались в оппозиции понятно а вот еще такой вопрос одним вот те сообщения которые по настоящему правительству италии было это было сообщение о том что между италии и франции подписано новое соглашение соглашение о сотрудничестве и как мы помним прошлое правительство очень сильно конфликтовала с францией по отношению к мигрантами по отношению к евро к евро бюрократии то есть позиции италии и франции были полярными противоположными вплоть до того что там насколько я помню сальвини позволялся ну личные выпады в адрес президент франции совершенно верно отношения между правительством изменений вот тем которая состояла по большей части из лиги и движение пяти звезд и правительством франции даже лично иммунельным макроном они были очень сложные видимо как достаточно молодые амбициозные политики они действительно позволяли себе буквально такие моментами оскорбительные выпады там очень такие на грани это были сложные переговоры наш переговоров у них не получалось у них слишком много было таких вот личных моментов когда было не согласие по каким-то принципиальным вопросам и дело еще осложнялось тем что например сальвини он очень как лично и воспринимает проблему мигрантов и закрытие границ со стороны франции такой односторонние то есть франция так тоже могла бы пропускать через территории мигрантов и беженцев и не стала этого делать для лидера лиги на тот момент эти примеры это было очень болезненное такое вот как как в личный адрес поэтому но и макрон тоже не оставался стороне поэтому было действительно удивительно наблюдать как пришел марио драги и практически первым делом кроме того что вот он начал регулировать финансовые вопросы при нем за лето ввп италии вырос на 2,7 процента то есть это больше чем экономический рост по другим странам европы вот то есть тихо тихо мало-помалу он начал налаживать экономику и налаживать отношения с францией до такой степени что сейчас германия в которой тоже сменилось правительство австрии который тоже сменилась сменился канцлер то есть политическое поле она обновилась совершенно как-то ну кардинальным образом вот взять за этот период и вот эта договоренность между италии и францией которые двусторонние но вроде бы что такого она даже вызывает на данный момент обеспокоенность у германии и австрии которые считают что наверное итальянцы претендуют на какое-то более скажем так ведущее место и мы можем видеть как обостряются уже противоречия внутри европейского союза между теми странами которые еще буквально вчера об этом не говорили то есть это какой-то новый франко итальянский альянс получается внутри ес но если марио драги будет продолжать в таком же духе и франция будет также договариваться с ним с ним наверное сложно не договориться потому что это человек который столько лет работал на очень сложных вопросах это же кстати он вел отрицательные ставки по депозитам то есть вот эти банковские ставки по депозитам когда вы платите вы кладете деньги в банк а потом получаете меньше за то что деньги хранятся там то есть отрицательный депозит это тоже его изобретение считается что так и с этим никто не спорит поэтому наверное франция и италия это действительно будущий альянс такой формирующийся сейчас на наших глазах понятно вот еще такой вопрос как вы думаете марио драги сможет избежать вот за эти два года своего премьерства скоро год состояние от полного одобрения до полного отрицания как это всегда как вы говорите происходит в италии его это получится мне кажется что драги рассматривает свою роль как техническую роль то есть он идеальный антикризисный управляющий вот сейчас страна в кризисе и его задачу как он сам ее видит и озвучивал очень немногословно это в том чтобы наладить процессы и чтобы она заработала вот я сомневаюсь что он захочет дальше идти в премьеры италии потому что но мы не видели такой эйфории которая была у предыдущих избираемых премьеров вот сам наверное тоже на этот вопрос не ответит потому что журналисты его не раз спрашивали на что он отвечает спросите у моей жены она лучше знает она ни с кем разговаривать она ни с кем не разговаривает да она хранит молчание и не комментирует такие моменты вот наверное поэтому мы и не получаем такого болит большого количества новостей из италии только такие очень четкие сухие но зато турпоток восстанавливается экономика приходит в норму и будем надеяться что все будет хорошо все большое спасибо за внимание до новых встреч